Продолжение следует... Сверхприпад, самарские предприятия действительно могут включиться в борьбу за доступ к рынку России в импортозамещение. Достаточно ли вот те меры стимулирования экономики, которые сейчас предпринимаются государственным уровнем? По-моему, предприниматели уже избаловали мерами поддержки. А хотелось бы услышать от государства единую, стройную концепцию развития промышленности. Рядом со мной находится Дмитрий Хилов, председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Дмитрий Владимирович, приветствуем вас. Здравствуйте. Какие проблемы для бизнеса сегодня наиболее значимы? Спад покупательского спроса, дефицит оборотных средств, кассовый разрыв, изменение цепочек поставок и сложности по их импорту. И как можно помочь решить эти проблемы? Ну, здесь надо, наверное, сказать, первый блок проблем, который был, он был связан с кассовым разрывом. Но здесь надо сказать большое спасибо правительству Самарской области, которые, вопреки всем рекомендациям или всем обстоятельствам, когда ключевая ставка ЦБ вспрыгнула весной этого года, региональный центр, гарантийный фонд Самарской области региональный, не поднял свои проценты по займам, и у него был рекордный спрос на привлечение финансирования. Там процентные ставки, ну, по тем временам, наверное, были смешны, это 3, 5, 9 процентов. И, естественно, за два месяца был выбран годовой объем этих финансовых средств, но решением губернатора Самарской области уже летом было добавлено еще столько же, сколько уже было выбрано. И все предприниматели смогли воспользоваться этой поддержкой. Сейчас уже очередь спала, все, кто хотел воспользоваться этой мероподдержкой, ее получили. Если говорить про последствия санкционного давления из недружественных стран, то, конечно, разрыв технологических цепочек сначала стал такой некой проблемой. Но мы уже к проблемам привыкшие, да, у нас все как бы понарастающее, и то коронавирус. Проблемы решили превращать в возможности, да, смотреть с другой стороны? Всегда, ну, для предпринимателей всегда проблема этой возможности. Потому что иногда даже эта возможность заработать сверх прибыль. И я думаю, что унывать вообще не наш вариант. Мы всегда шли вперед. Ну, и губернатор говорит, что надо всегда искать возможности и бежать, действовать проактивно. Ну, мы уже привыкшие действовать проактивно, самарский бизнес. Поэтому, не дожидаясь каких-то федеральных решений, началась формироваться база импортозамещения. Мы начали активно взаимодействовать с нашими государственными корпорациями на предмет того, как мы можем расширить самарские предприятия, как диверсифицировать цепочки, диверсифицировать продукцию, чтобы включиться в открытые ниши. Ну, здесь не секрет, что все, что касается легкой промышленности, здесь для самарского бизнеса открылся целый пласт возможностей захода в торговые центры, в торговые сети. Там, где ушли иностранные бренды, сейчас придут российские бренды, в том числе самарские. Если говорить о нашем технологическом преимуществе, то стоит сказать, что прошел крупный инженеринговый форум в Тольятти на базе Жигулевской долины. И там, помимо соглашений, которые имеют такой декларативный характер, было подписано довольно большое количество предметных соглашений. И одно из них, это там, где поучаствовала Деловая Россия, это создание станкостроительного кластера в Самарской области. Партнерами стала Жигулевская долина, Деловая Россия и уже шесть резидентов, в том числе члены Деловой России, сформировали этот кластер. Надеемся, что он сейчас будет обрастать новыми заказами, новыми компетенциями. Мы всех приглашаем присоединиться к этой деятельности. И это, наверное, говорит о том, что мы не просто под импортозамещением понимаем параллельный импорт или перестройку на рынке Юго-Восточной Азии. Самарские предприятия действительно могут включиться в борьбу за доступ к рынку России в импортозамещении. В какой степени переход от экономики, экономики от восстановительного к опережающему росту, собственно, зависит от бизнеса в какое-то государство? И достаточно ли вот те меры стимулирования экономики, которые сейчас предпринимаются государственным уровнем? По-моему, предприниматели уже избаловали мерами поддержки, потому что все поддерживают, поддерживают. Но, если говорить серьезно, то мер поддержки на самом деле системных бизнесов, их достаточно. Начиная от финансовых мер поддержки, кредитования, от самозанятого до крупных промышленных предприятий, которые делают что-то полезного, выстроено, но фактически идеально. Налоговые режимы? Налоговые режимы, отсрочки, пандемия нас избаловала отсрочками проверок, отсрочками налогов. Но и системные меры по налоговым льготам в наших особых экономических зонах, в ТАСЕРах, это все есть в Самарской области. Члены деловой России и просто предприниматели могут с помощью нашей организации донести свою позицию, свои проблемы или предложения до любого министерства. Механика здесь следующая. То есть деловая Россия входит, поскольку в большую четверку общественных объединений, она автоматически включается во все общественные советы при всех региональных министерствах, а также при представительствах федеральных ведомств в регионе. Такие как прокуратура Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба и другие ведомства. Также деловая Россия является наравне с опорой России, торгово-промышленной палатой, организацией, которая входит в состав инвестиционного совета при губернаторе. А это самая широкая площадка по поддержке интересов бизнеса. Если говорить о международных мерах поддержки бизнеса, где деловая Россия участвует, то здесь можно сказать, что наш регион, наверное, один из лидеров среди регионов Российской Федерации в части поддержки как малого бизнеса за рубежом, так и крупного. На базе деловой России создан клуб экспортеров Самарской области, который функционирует и осуществляет экономические миссии, бизнес-миссии за рубеж наших предприятий. И с весны этого года деловая Россия стала оператором регионального центра импортозамещения, который создан по поручению министра экономического развития. И здесь уже целый блок, касающийся импорта. Все предприятия, у которых выпали те или иные компоненты, которые хотят встроиться в технологические цепочки крупных промышленных предприятий, государственных корпораций, для всех них мы можем стать надежным партнером в этой сфере. Наверное, стоит сказать о том, что хотелось бы услышать от государства. А хотелось бы услышать от государства единую стройную концепцию развития промышленности. Ну, мы же все понимаем, что мы сейчас на пороге фактически такого нового витка индустриализации, который был сто лет назад. Но если бы нам сказали, что, допустим, Самарская область это центр малого станкостроения, нам бы было понятно, какие компетенции развивать здесь, какие регионы мы могли бы сюда привлечь. Какие вузы по всей стране мы могли бы сюда привлечь. И сразу бы стало понятно, какие кадры надо готовить. Потому что кадры и подготовка кадров это не быстрый процесс. И это, наверное, такая база, на которой может выстрелить любой регион Российской Федерации. То есть тот, кто поймет, в чем его силы, в чем его компетенции, начнет правильно готовить кадры в связке с предприятиями, в неотрывном цикле от производственной практики, в хорошем смысле этого слова, тот и будет обладать конкурентными преимуществами. Я благодарю вас. Спасибо. Председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Хилов был сегодня у нас. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»